Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Наверное, вы знаете о том, что Леонид Агутин высказался против специальной военной операции на Украине. Высказался фактически против освобождения украинцев, которые стали заложниками информационной истерии, пропаганды. К огромному сожалению. И против того, чтобы этот регион в целом существовал в мире и согласии. Ну, это, понимаете, непонятно сейчас, гражданская позиция или это, что называется, задействованный Зеленским, так скажем, по знакомствам информационный ресурс для воздействия на аудиторию, на население России. Тем не менее, еще раз повторюсь, что когда 120-тысячное войско стоит на границе ЛНР, ДНР и Крыма, обкуренный националист, алкоголь-то буквально не вредит здоровью, биолаборатория, финансируемая Пентагоном, возможность вхождения в НАТО, в заявление президента Зеленского о создании атомной бомбы и так далее. Вы понимаете, и спланированные документы, которыми завладели наши военные, спланированные на весну этого года нападения, провокация на Крым, ЛНР, ДНР, дальше Ростовская, Воронежская области. Вы понимаете, все бы гражданские были мобилизованы, все бы мы сидели в окопе для того, чтобы защитить уже наших жен, матерей, детей на нашей территории. Вот поэтому, еще раз скажу, нашим войскам нужно в ноги поклониться за то, что сейчас они рискуют жизнью, совершают героические подвиги, к сожалению, гибнут во имя мира. И когда вот эти вот скомороки выступают против, даже не понимая, что происходит, возникает вопрос, а выступают ли они против от себя, как личная гражданская позиция, или это проплаченный заказ. Как бы там ни было, значит, Варум и Агутин теперь задается вопросом, как жить. Почему? Потому что поклонники наплевали на их концерт и не пришли, порвав билеты. Это, кстати говоря, случается уже не с ними, с одними, это и Галкин, и Лазарев, также люди не пришли. Значит, вот что пишут, народ отказался приходить на концерт Варума и Агутина после их высказываний. Анжелика Варум и Леонид Агутин должны были выступить в Самаре, но по просьбе жителей концерт прославленных артистов отменили. Вы знаете, очень быстро скоморохов люди поставят на место, потому что так сложилось, что они купаются в роскоши, они живут в Майамах, французских ривьерах и так далее, а люди смотрят на это на все и думают, вот, вот, вот люди живут. Вот не пришел обычный простой рабочий, учитель, пекарь, металлург, шахтер, то угодно, да, не заплатил денежки за билет Варума Агутина. Один раз, второй раз, третий раз, да, они заработали, они уже заработали, но возьмем более молодых исполнителей, да, не пришли пять-шесть раз и встанет вопрос, а как жить? И уже парадигма меняется, чувствуете? Уже и отношение к людям меняется, потому что они понимают, скоморохи, что самая главная ценность в нашей стране – это многонациональный российский народ. И только благодаря народу они существуют. А то они разжирели за последнее время, и люди для них так. Значит, Леонид Агудин и Анжелика Варум считаются одной из самых крепких гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитые артисты проводят вместе практически все время, ведь они не только совместно выступают, но и живут. При этом исполнители в интервью неизменно демонстрируют полную идиллию в отношениях. Многочисленным фанатам остается только догадываться, как артисты умудряются не уставать друг от друга. Ну, я, кстати говоря, вполне нормально отношусь и к Агудину, и к Варум, в общем и целом, да. Но, тем не менее, мы именно говорим о высказываниях и об отношении конкретно к специальной военной операции на Украине. На днях Анжелика Варум и Леонид Агутин должны были выступить в Самаре, однако в своем официальном канале в Телеграм популярный исполнитель сообщил Агутин о том, что концерт отменился. Причем, утверждает артист, со ссылкой на организаторов шоу, это случилось по инициативе самих самарцев. Тем не менее, певец и певица решили все же дать концерт, но не сейчас, а осенью. Агутин оповестил поклонников, что он и Варум споют в Самаре 29 октября. Ну, то есть, решили, так сказать, сделать это, чтобы денежки за билеты не возвращать. Скажут, все уляжется, и мы осенью приедем. Значит, при этом артист подчеркнул, что все ранее купленные билеты действительно, ну, о чем я и говорю, главное денежки. По какой причине граждане вдруг не захотели приходить на концерт, неизвестно, но догадываются все, что, естественно, вот об этом. Отметим, пишут в качестве справки, что ранее и Леонид, и Анжелика на своих официальных страницах в социальной сети Инстаграм, теперь необходимо говорить, социальная сеть Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации, владельющая ей компания Мета признана экстремисткой на территории России, Инстаграм экстремистский запрещен, запрещена, все запрещено, Мета и Инстаграм, все экстремизм запрещено. Высказались о российской спецоперации по освобождению Донбасса. Причем оба дали понять, что относятся к действиям властей негативно. Варума Агутин не сдержали ужаса, откровенно поделившись своими эмоциями. Значит, друзья, что я хочу сказать. Вне зависимости, вот что пишут они оба, от исхода текущей событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад. Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду. Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут. Большое видится на расстоянии. Ну, после таких заявлений я бы вообще их... Ладно, я не буду высказывать, что публичное пространство, если бы мы на кухне сидели, я бы сказал. Друзья, что я хочу сказать. Ну, Тлобода просится обратно уже все. И на Украине запретили за то, что она паспорт Мальты получила и свалила. Значит, да, она и не приезжала, она оттуда любит. Оттуда любит. Значит, вы понимаете, друзья, в чем дело. Люди-то, люди у нас с широким добрым сердцем и готовы прощать. Это понятно, но не в этой ситуации. Потому что люди понимают, что их бросили. Этот исход в Израиль, когда все те, кто хвастался Роллс-Ройсами, яхтами, морями, океанами и так далее, сели и выехали из страны или не выехали, но высказываются против. Ведь, понимаете, в чем дело? Здесь вопрос заключается в том, что люди понимают больше, гораздо, как оказалось, чем скоморохи. И совершенно правильно рассудили, не придя. Хотя к Галкину очень симпатизировали, вспомните. Очень симпатизировали в период пандемии. Да и, в принципе, к Лазареву неплохо относились. Но почему-то они пришли. Почему-то люди решили не идти на концерт. И не идти на концерт Агутина-Ливарум. Потому что, я уже говорил, патриот – это не просто слово. Я повторю опять эту формулу, которую, я не знаю, предложение, которое для себя вывел. Что сердце патриота, оно бьется в унисон с сердцем земли, на которой живет человек. Это родина, понимаете. Это все в совокупности. И деревья, и земля, и люди. И вот это, как бы, межчеловеческие взаимоотношения межличностные. Они в каждой стране свои. И вот человек не видит себя вне России. Вот, что самое главное. И понимает, что если, что называется, другие люди, которых куча денег, заработанных именно на простом народе, делают, что хотят, выезжают, живут. Те же самые Агутина-Ливарум. Они выезжали в Майами. У них, по-моему, дочка там в Америке живет. Поправьте, если я ошибаюсь. Значит, они тоже прописались там в этой Америке. И сейчас они, а зарабатывать здесь, извините. Давайте будем делать так, чтобы Россия была не плацдаром для зарабатывания денег, а чтобы люди относились и выбрали. Я для этого выступаю за то, чтобы приняли норму не пускать их обратно, если они выехали и говорят какую-то ерунду про нашу родину. И просто-напросто, чтобы они выбрали. Если они с Россией остаются, то пусть тогда здесь и живут. Пусть они здесь лечатся, пусть они говорят о проблемах нашей страны, нашей родины. Она у нас одна. И мы ценим из себя эту землю, нашу родину, за которую воевали деды и прадеды. Друзья, с вами был Будда Гришна. Интересно ваше мнение. Пишите, пожалуйста, комментарии. Напомню, что YouTube подключил рекламу на территории России, поэтому проект Будда Гришна, канал Будда Гришна существует сейчас исключительно благодаря вашей поддержке. Я выражаю огромную признательность всем, кто уже поддерживает канал. И если вам нравятся ролики, нравится смотреть их, хотите еще смотреть, то вы тоже можете оказать поддержку. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Там же ссылка на лучший телеграм-канал в мире Будда Гришна новости. Все новости свежие, оперативные, с моими комментариями. И группа ВКонтакте тоже Будда Гришна. Друзья, всем пока, успехов вам, здоровья, до встречи.